Есть такое слово «надо». А я тогда присягу принимать не буду. Эх, дружок, молод ты. Не ты выбираешь присягу, а присяга выбирает тебя. Прапорщик, запишите эти простые, но в то же время великие слова. Как только я стал прапорщиком в отставке, и я начал думать, как жить дальше. Население нашей страны делится на три группы. Пенсионеры, военнослужащие и допризывники. От военкомата жалуются, что допризывники от армии косят, понимаешь? Да потому что с детства надо воспитывать как надо. Мне бы этого пацана с года. А еще лучше, чтобы я сам, понимаешь, роды принимал. Он бы у меня вырос, только бы об армии, гад, и мечтал бы. Но вы знаете, что косят в основном дети богатых родителей. Пришел я в кадровое агентство, говорю, дайте мне какую-нибудь богатенькую семейку с маленьким пацаном. «Няней туда пойду!» Мне говорят, что вы шумите, у нас как раз заказ. Одинокой богатой женщине требуется няня-мужчина для воспитания пятилетнего сына. Ну, женщине. Отлично, понимаешь, беру заказ пулей к мамаше. Ой, она вся такая распуфыренная, в соболях дрессированных. Давай мне каверзные вопросы задавать. А вот если воду отключат, что будете с ребенком делать? Я говорю, во-первых, мадам, не отключат, а отключать. А во-вторых, если воду отключать, будем пить спирт неразбавленным. Эт в соболях говорит, вау, так вы с юмором, какая прелесть. Доверяю вам ребенка, сама уезжаю на деловую встречу до позднего утра. И укатила. Я прямиком в спальню. Спит, понимаешь, негодяй пятилетний. Полодинств он спит. Я как харкну, ротоподъем. Форма одежды парадная, трусы в сапоги. Без всякого растишки над кроватью подлетел. Значит, так, говорю, боец, а теперь ты должен одеться за 45 секунд. Но сначала инструктаж. Майка надевается на туловище ступого конца декольтирной частью на грудь. Башка суется в специальную головенную дырку. Остальные отверстия в майке легко заполняются руками. Брюки надеваются поочередным суванием ног штанины до полного битюки вниз голове ноги с обратной стороны. Нога пихается в носок кольцевой частью вперед. Указательный палец ноги прощупает дорогу. Руки тянут параллельно к ревизне ноги в сторону шеи носок. До полного натягу инструктаж закончен. Время пошло. Он не то что, понимаешь, оделся. Он умылся и заправил кровать. И радостно крикнул «Есть!» Я говорю, не «Есть, сынок», а «Есть». Да призывник говорит, «Есть!» Я буду только чипсы, чупа-чупсы и жувачку. Я говорю, «Сейчас перловку будешь жрать!» А это дерьмо я сам все уничтожу. Мне уже не повредит. Выдал ему котелок с перловкой. У меня в связи с обстановкой в городе котелок всегда при себе. Да призывник поковырял, фу, говорит, какая гадость. Дай хотя бы картошку. Я говорю, а вот за гадость ее родимую и получишь. Два наряда вне очереди. Марш на кухню картошку чистить. Ногтями. Ну, позатрикал, чем Бог послал. Я, значит, спрашиваю, что у тебя после затрика по графику? Да призывник отвечает, а теперь нам нужно собаку выгуливать. Я говорю, отлично, пойдем с собакой проверим границу двора. Начал он одеваться. Стоп, командую! Где портянки? Не знает, что это такое. Вот мамаша, а, сама в соболях, а у ребенка даже портянок нет. Выдал ему свои портянки. Так этот неуч намотал их, как шарф вокруг шеи до носа. И кричит, товарищ прапорщик, скорее на улицу, а то дышать нечем. Я говорю, боец, если дышать нечем, нужно подать команду газы. И тут же надел на допризывника противогаз. У меня в связи с обстановкой в городе противогаз всегда при себе. Как только пес увидал допризывника в противогазе, необходимость его выгуливания отпала. Неудачно отпала. Прямо хозяйке в туфли. Допризывник говорит, мне мама всегда шнурочки завязывает. Я на него, что? Тут же, понимаешь, сам пацан завязал шнурки. Себе, мне и собаке. Вышли на улицу, приказываю противогаз снять. Видишь, боец, стоит БМВ. Боевая машина ворюги. Приказываю заминировать. Есть, товарищ прапорщик. Вот что значит, ребенок включился в игру военную. Аж зорница в глазах. Сбегал домой, что-то оттуда принес. Подсунул под БМВ. Дает мне какой-то пультик. Нажмите кнопочку, товарищ прапорщик. И все. Я без задней мысли нажал. И все. Так бомбануло, как на войне. Никогда не видел, что БМВ так резко падало в цене до стоимости металлолома. Я допризывника трясу. Ты что, туда подсунул? Он говорит, а это у нас с мамой от Нового года осталось. Мы с допризывником от греха подальше в песочницу. Делаем вид, что ничего не произошло. Смотрю, он куличики лепит. Отставить, боец, приказываю рыть окоп для стрельбы, стоя с лошади. Выдал ему саперную лопату. У меня в связи с обстановкой в городе лопата всегда при себе. Как он включился в игру военную? Начал рыть, как взбесившийся экскаватор. Где-то через 10 минут откуда-то с глубины кричит. Товарищ прапорщик, тут какие-то шахтеры. Че с ними делать? Я кричу, отставить. На обед бегом марш. И шахтеров с собой зови. Прибежали домой. Приказываю, садись обедать. Да призывник, нет. Сперва нужно ручки вымыть. Я говорю, правильно. А также туалет отдравить. И не с каким-то там местесом-пестесом, а с хлоркой. В лорку уж точно от трех за раз лучше. После нее ни одна бактерия под ободком унитаза живой не уйдет. Да призывник. Товарищ прапорщик, эти бактерии нужно уничтожать, как вредители. Я говорю, нет, сынок, как свидетелей. Слишком много видели и слышали секретной информации. Сели обедать. Мамаша давеча жаловала, что пацан плохо ест. Да после перловки, рытья копа, чистки сортира и туфлей мамаши, он так метал, понимаешь, за компанию с шахтерами, что в холодильнике остались только сельзамороженные продукты и невкусные лекарства. Ну, шахтеров я отправил с богом обратно в песочницу. Спрашиваю до призывника, что после обеда у тебя по графику. Он говорит, у меня после обеда занятие на пианино. Я говорю, не ной, ты ж мужчина, садись за пианино. Запоминаю устройство. Правая педаль, газ, левая, тормоз. Люк открывается, как в танке. Залезли мы с допризывником в танк. Ему так понравилось. Но тут мамаша внезапно вернулась. Смотрит на нас, а мы из люка выглядываем. Ехидна так спрашивает. Ну, как дела? Мы в один голос, отлично, понимаешь. Она говорит, вот мы сейчас и посмотрим видеозапись. Не учел я, что у богатых на каждом углу видеокамеры. Смотрела она видеозапись в полной тишине. Примерно так. Вы, говорит мне, пойдете ко мне телохранителем. Вот теперь я работаю в ней телохранителем. Скоро второго к армии готовить будем.